Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы поговорим о том, с чего же начать изучать мобильную разработку, а именно Android разработку. Я очень часто встречаю либо тех учеников, которые только приходят ко мне на обучение, либо просто тех, кто консультируется, и как правило они пишут одно и то же, они мне пишут следующее. Говорят, что уже несколько месяцев пытаются приступить к Android разработке, но никак не могут сдвинуться с мертвой точки, потому что смотрят разные видео, но тем не менее у них нет целой картины, они даже очень простых вещей не могут сделать. Первая ступень, которая отделяет вас от того, чтобы начать изучать Android разработку, она довольно-таки сложная. Тут нужно понять, что нам быстренько нужно посмотреть, что пощупать, что узнать, для того, чтобы продуктивно начать обучаться на Android разработчика, а не топтаться на месте, несколько месяцев, может быть даже и годы. Это очень важно. И сегодня я буду говорить о том, как стать Android разработчиком с точки зрения специальности. Да, я не буду говорить именно о процессе разработки мобильного приложения. Я буду именно рассказывать о том, как начать изучать Android разработку, сделать так, чтобы вы не ушли с этого пути через недели, месяцы или может дни. Что нужно сделать так, чтобы вовремя правильно войти и не отступить. В общем, будет интересно, усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе. Оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе. Мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций. Ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Итак, с чего же стоит начать изучать Android разработку? С какой стороны подойти? На самом деле даже не с изучения Kotlin. Первое, что вам нужно сделать, это скачать Android Studio и установить ее. Все ссылочки будут в описании под видео. То есть берете Android Studio, скачиваете и устанавливаете. Где скачать будет ссылка под видео. Мой урок о том, как скачать Android Studio и установить, тоже будут все ссылочки под видео. Итак, вы скачали и установили Android Studio. Что же нам нужно сделать дальше? Дальше нам нужно получить начальные стартовые знания. А именно, вам нужно изучить Kotlin. То есть тот язык, на котором происходит Android разработка. Да, да, именно не Java. Потому что Java сейчас на старте никому не нужна. Если будет выбор взять Джуна с Java или с Kotlin, возьмут с Kotlin. Поэтому изучаем основы Kotlin. Но не нужно глубоко копать. Нужно знать хотя бы поверхностные вещи. То есть для того, чтобы не утонуть и на год там не застрять. Берете, изучаете следующие вещи. Например, как создавать переменные. Что такое переменные. Потом изучаете, какие операции можно совершить с переменными. Потом вы изучаете, что такое, какие типы данных есть в Kotlin. Как переводить переменную из одного типа данных в другой тип данных. Вы изучаете, что такое коллекции. Вы изучаете, что такое циклы. Что такое условные операторы. Что такое функции. То есть хотя бы, чтобы вы могли простенько написать по функциям. Функциям уделите особое внимание. Научитесь создавать функцию обычную и вызывать эту функцию. Научитесь работать с функцией с аргументами. Научитесь работать с функцией, которая возвращает какое-то значение. Вот это самое главное. То есть вы должны уметь написать это. Не нужно глубоко копать. Просто вы должны уметь это написать. Далее, когда вы все эти основы изучили, нужно посмотреть на ООП. То есть объектно-ориентированное программирование. Вы должны разобраться, что такое классы. Как создавать объект конкретного класса. Что такое наследование. Ну вкратце хотя бы посмотреть на полиморфизм. И также вы должны понять, как работают интерфейсы. Все очень просто. Опять же, все вот это, то что я сейчас рассказываю. Те же основы Kotlin изучаются на моем курсе уже на первой неделе. Вы сразу это можете все быстренько освоить. И для того, чтобы тренироваться по синтаксису Kotlin, есть очень прекрасный компилятор. И ссылка на этот компилятор будет в описании. Для того, чтобы не делать это все, допустим, в Android Studio. Хотя на курсе я с вами показываю именно, как это делают в Android Studio. Чтобы вы привыкали к Android Studio. Ну если вы не хотите долго. Потому что для того, чтобы даже Kotlin изучить на основе Android Studio. То есть тренироваться в Android Studio. Вам нужно уже знать, что такое Data Binding. Но на начальном этапе это довольно-таки сложно понять. Хотя я ирожовываю на своей первой неделе первого курса. Но можете поучиться на обычном онлайн компиляторе. Итак, вы изучили основы Kotlin. Что же нам нужно сделать дальше? Далее вы переходите в Android Studio. И вы должны научиться создавать обычный стартовый пустой проект. Вы должны понять, куда кликнуть, где ввести название вашего проекта. Где выбрать язык Kotlin. Где посмотреть, под какой IP вы делаете мобильное приложение. То есть вы должны просто научиться создавать пустое мобильное приложение. Как только вы научились создавать это пустое мобильное приложение. Следующим шагом будет ваше умение запустить в это мобильное приложение. Этот пустой проект на реальном устройстве. То есть вы должны подключить к своему компьютеру через провод USB реальное мобильное устройство на Android. И запустить ваш проект через Android Studio на мобильном устройстве. После этого вы должны разобраться со структурой вашего проекта в Android Studio. Вы должны понимать, что лежит в папке BuildGradle. Вы должны понимать, для чего нужна папка REST. Для чего нужна папка VALUE. Для чего нужна папка TAMES. Для чего нужны файлы стрим, color. Для чего нужна папка LAYOUT. Где располагаются Kotlin классы для работы с нашим мобильным приложением. То есть вы должны понимать, для чего нужна каждая папка, каждый файл. Чтобы легко разобираться в структуре вашего, даже пусть пустого проекта. После того, как вы разобрали структуру. Мы можем уже непосредственно, хотя бы чуть-чуть подступиться к изучению Android разработки. На первом этапе вы должны понять, для чего существуют XML шаблоны. И для чего существуют Kotlin классы. И как они взаимодействуют. И почти сразу же, или даже на этом этапе, вы должны освоить Data Binding. И понять, для чего он нужен. Вкратце, его главная функция. Скажем так, его главная функция. Это взаимосвязь между XML шаблонами и Kotlin классами. То есть в XML шаблонах мы делаем визуальную составляющую наших экранов. Размещаем кнопки, все другие виджеты, текстовые поля, различные переключатели. А в Kotlin классе мы обрабатываем весь функционал, который связан с этими виджетами, которые мы разместили в XML шаблоне. Но для того, чтобы применить к ним определенный функционал, нужно с ними связаться по индивидуальным идентификаторам. И именно для этой цели используется Data Binding. Но это вам так вкратце. Следующим этапом вам нужно все это дело протестировать. Вам нужно создать виджет кнопки и виджет текстового поля. И научиться обрабатывать тап по кнопке. Именно вы должны создать виджет кнопки, виджет текстового поля. Связаться уже в Kotlin классе с виджетами текстового поля и кнопки. И обработать тап по кнопке. Сначала обработать просто через обычный прослушиватель. Напрямую. Через прослушиватель. С этого он кликлис. Да, и вызвать специальный в нем метод. Обращайтесь к объекту view.onclicklistener. И внутри, например, записать текстовое поле при табе кнопки. Например, название этой кнопки. Когда вы научитесь это делать, разместите несколько кнопок. И научитесь обрабатывать тап по каждой из этих кнопок. Я вам по секрету скажу, для этого нужно импортировать специальный интерфейс. И внутри метода onclicklistener использовать условный оператор when. Опять же, это все есть у меня на первой неделе моего обучающего курса. Сразу же после основ Kotlin мы изучаем именно уже все вот эти основы Android. Как только вы разобрались с этим функционалом, вам нужно научиться разбираться и отличать activity от фрагментов. Вы должны научиться создавать activity и производить переходы между activity. То есть, по факту, между экранами. Сначала просто делать переходы, а потом вы должны научиться передавать данные между двумя или несколькими activity. Когда вы научитесь это делать, вам нужно разобраться с фрагментами и научиться подгружать различные фрагменты в одно ваше activity. Как только вы с этим разобрались, вы можете перейти и, допустим, изучать ресурсы. Вы можете по ним разобрать, для чего используется файл string, для чего используется файл color. И научиться динамично подгружать, допустим, текстовые поля в тот же текстовое... Ну, скажем так, динамично подгружать текст, допустим, тоже текстовое поле AppCompate TextView или название кнопки. Также вы можете научиться, скажем так, динамично подгружать различные цвета. Также не напрямую указывать, а получать их со специального файла colored. Вот это все основы, которые вы должны в первую очередь освоить. И да, ни в коем случае знание все эти и практика, это практика всех вот этих шагов, не сделает из вас Android разработчиком. Но знание всего этого, что я сейчас вам рассказал, станет вашим первым шагом для того, чтобы приступить к изучению Android. То есть для того, чтобы приступить к изучению нашей вот этой специальности Android разработчик. Это самое начало, что вам нужно освоить. То есть это и есть тот старт, с чего стоит начать изучение Android разработки и дальше идти по шагам. Если вам интересно, эта сфера имеет в плане, вам интересен вопрос, что нужно изучить и порядок изучения друг за другом, то пишите в комментариях ваше мнение об этом. Если интересно, я расскажу, что нужно изучать дальше. И также подробно все разжую. Ну а по всем просьбам, а вот по просьбам моих зрителей, на следующей неделе, это наверное скорее всего будет во вторник, Я постараюсь сделать урок о том, как создается графика для Android приложений. В плане графики мы будем изучать. Я вам покажу, как создать. Я возьму образец какой-то иконки и создам ее с нуля в Adobe Illustrator. Я покажу, как создаются такие иконки. И в целом, если вам интересна тема графики, то я могу потом более широко рассказать и про фотостоки, и как создаются вообще графика, как создается графика для мобильных приложений. Также я планирую еще записать видео о том, как с чего начать именно разработку мобильного приложения. Уже не то, как с чего начать именно изучение Android разработки, а то, как с чего начать именно разработку мобильного приложения. Если вам все это интересно, то пишите свое мнение в комментариях, также в комментариях пишите тему, на которой вам интересно видеть видео на этом канале. Ну а на сегодня у меня все, с вами был проект Mabu, Mabu это проект по разработке мобильных приложений, до встречи во вторник, всем пока.